Женщины России, все беременности, вы, что свои. Самые прекрасные, умные и талантливые женщины Оренбурга собрались в администрации города. Всех их пригласили, чтобы поздравить с наступающим праздником и еще раз восхититься успехами каждой из финалистов конкурса. Золотые броши, как символы женственности, вручали за различные достижения. Так в номинации «Женщина-мать» стала лучшей инженер-проектировщик из «Газпром-добычи Оренбург» Зимфира Титова. Зимфира Титова все успевает не только на работе, но и дома. Отправить троих детей на учебу и в детский сад после в различной секции ни минуты без дела. Старшая, то есть, заканчивает гаунт, станет госслужащим. Средняя дочка ученицы 75-й школы первого класса, тоже активно поет, занимается танцами. И маленький сыночек, он у нас еще пока не определен, но планируем спорт. Спортом занимается вся семья Титова. Зимфира участвует в спартакиадах и соревнованиях, которые регулярно проводят предприятия «Газпром-добычи Оренбург». Интерес к спорту старается поддержать и в своих детях. Я занималась танцами и хореографией, легкой атлетикой, поддерживаю себя в форме, хожу в фенажерный зал. У меня замечательная мама, она как была и есть, так и будет для меня женщиной года. Лучших женщин Оренбурга награждали в девяти номинациях. Жюри признается, выбор был непростым, тем более, когда речь шла о главном призвании женщины – быть матерью. Привыкли, что женщина – это учитель, женщина – это врач, социальный работник. Но самое главное – это женщина, которая сумела вот так свою семью воспитать, своих детей. Лауреатами конкурса стали еще две представительницы предприятия «Газпром-добычи Оренбург». Ольга Кащеева из газоперерабатывающего завода и Елена Афанасова из газопромыслового управления. В этом году они не победили, но признались, что для себя одержали маленькую победу. А для своих близких они всегда самые лучшие, с дипломами или без. Юлия Гафарова, Владимир Семенов. Наше время.